Всем привет! Каждый из нас не один раз слышал такую фразу как природное явление. Под этой фразой часто скрывается описание таких известных всем явлений, как дождь, град, туман или может быть даже извержение вулкана. Но сегодня мы не будем уделять внимание привычным вещам. Сегодня мы расскажем вам о поражающих воображениях природных явлениях, редко встречающихся в окружающем нас мире. А знакомо ли вам такое природное явление, как рыбный дождь? В некоторых странах, например, Гондурас, Мексика, можно наблюдать довольно редкое и необычное метеорологическое явление, когда во время непогоды улицы буквально засыпают огромным количеством рыбы. Самая вероятная теория происходящего это водяные смерчи или вихри. Ведь действительно смерчи, проносящиеся над морями или озерами, могут подхватить высоко вверх вместе с водой стаю рыбешек, оказавшуюся совсем близко к поверхности, и перенести их на большие расстояния. Местные жители считают, что рыбу им посылает рука Господня, поэтому ее запрещено продавать. Излишки рыбы распределяются между людьми, которые не успели ее собрать. Остатки торжественно хоронят на центральной площади. Синяя лава, Индонезия. Вулкан Кава Хиджин днем это самый обычный вулкан с ярко-красной лавой, но с наступлением ночи извергаемая им лава приобретает мистический синий цвет. Это загадочное мерцание – продукт горения большого количества серы, находящейся в лаве. Большую часть знак кратера занимает огромное озеро, над которым поднимаются пятиметровые языки синего пламени. Озеро состоит почти из чистой серной кислоты. Голубые огни Иджина очень популярны среди туристов всех стран. Каждую ночь сотни путешественников покоряют вулкан, чтобы увидеть всю его красоту. Огненный смерч. Огненные смерчи подобны обычным вихрем. Образуются они после сильных пожаров и в результате извержения вулканов. Эти монстры могут разносить пожары на десятки, а то и сотни километров. Температура поднимается до 1000 градусов по Цельсию. Все, что находится рядом, всасывается в огненный смерч. Горит и плавится. И так до тех пор, пока не сгорит все, что может гореть. Огненные смерчи могут достигать 50 метров в высоту и несколько метров в ширину. Это природное явление поистине ужасающее. К счастью, встретиться с таким смерчем у нас шансы очень малы. Это редкое природное явление, которое чаще всего встречается в засушливых странах. Гроза вместе со снегом. Это редкое и очень необычное явление, когда зимой идет сильный снег или ледяной дождь и внезапно начинает сверкать молния и греметь гром. Как вы знаете, гроза больше свойственна лету, когда на улице стоит жаркая погода. Но из-за столкновения верхней холодной массы и нижней теплой, в результате чего теплая поднимается вверх, может быть гроза одновременно со снегом. Такое явление встречается 5-6 раз в год во всем мире. Да это необычная метель. Красные крабы острова Рождества. Каждый год около 43 миллионов сухопутных крабов массово перемещаются к берегу океана, чтобы отложить яйца. Местные власти на неделю перекрывают большинство дорог острова, чтобы не мешать миграции. Но все дороги не перекрыть и к сожалению людям приходится ехать прямо по крабам. Для того, чтобы добраться до берега, крабам понадобится около 18 дней. Удивительный факт, в обычное время красный краб передвигается очень мало, не более 10 минут за раз. Но при наступлении брачного сезона они способны передвигаться на многодневные километровые расстояния. Красные крабы это еще и уникальные санитары. Они содержат остров в идеальной частоте, поедая гниющие плоды фруктовых деревьев, палую листву и тому подобное. Во время миграции под колесами автомобилей гибнет до 1 миллиона особей. Но это не основная опасность во время миграции. Одна из значимых опасностей, которая может привести к полному вымиранию этого вида, это появившиеся относительно недавно желтые муравьи. Передвигаясь по территории, населенной суперколониями муравьев, крабы начинают их тревожить. Те, в свою очередь, начинают выбрасывать в крабов муравьиную кислоту. Так как плотность муравьев на квадратный метр достаточно велика, они способны уничтожить крабов на своей территории на 100% всего за 24 часа. Поэтому численность красных крабов в этих областях стала почти нулевой. За несколько последних лет, по подсчетам ученых, численность ракообразных сократилась примерно на 20 миллионов особей. А популяция муравьев планомерно увеличивается. Эта ситуация может привести со временем к полному исчезновению этого уникального вида ракообразных. Поэтому красных земельных крабов занесли в международную красную книгу. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на канал.